Здравствуйте! Это программа День города. О главных новостях вам расскажут мои коллеги и я, Валерий Седов. По законам военного времени президент страны объявил частичную мобилизацию. Теперь без приставки в Рио Павел Молков официально вступил в должность губернатора. Сравнивая пространство, какими они были, рязанцы 15 века. Сегодня президент России Владимир Путин в своем обращении к нации объявил частичную военную мобилизацию. Это сообщение ждали еще вчера. Но выход в эфир сместили, очевидно, для того, чтобы его посмотрела и проснувшаяся Камчатка. Все причины решения прозвучали в эфире федеральных телеканалов. Мобилизация стартует сегодня. Это четкая позиция президента России. Для кого-то новость оказалась ожидаемой, для кого-то пугающей. Но конфликт на Донбассе уже перерос в стадию регионального и к боевым действиям уже вовсю подключился блок НАТО. Как поставками вооружений, так и отправкой так называемых инструкторов. Об этом говорит Владимир Путин. Именно воинствующее заявление коллективного Запада – одна из причин выхода из спячки русского медведя. Все эти разговоры о разрушении нашей страны и разделении ее на анклавы – прямая и явная угроза территориальной целостности. Мы признаем итоги референдумов на территории Республик Донбасса, а также в областях, освобожденных от нацистов. Уже сегодня линия соприкосновения на Донбассе – более тысячи километров. Мы противостоим уже не только неонацистам, а фактически всей военной машине коллективного Запада, заявил Владимир Путин. Поэтому частичная мобилизация – это адекватный ответ угрозе, с которой мы сталкиваемся. Для защиты нашей Родины, ее суверенитета и территориальной целостности, для обеспечения безопасности нашего народа и людей на освобожденных территориях, считаю необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в Российской Федерации частичной мобилизации. Повторю, речь идет именно о частичной мобилизации. То есть призыву на военную службу будут подлежать только граждане, которые в настоящий момент состоят в запасе. И прежде всего те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил, имеют определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. Призванные на военную службу перед отправкой в части в обязательном порядке будут проходить дополнительную военную подготовку с учетом опыта специальной военной операции. Указ о частичной мобилизации подписан. Что такое частичная мобилизация, подробно разъяснил министр обороны Сергей Шойгу. Призыв коснется уже отслуживших военных с учетной специальностью и тех, у кого есть боевой опыт. В боевом резерве страны 25 миллионов человек. Даже одного процента из них будет вполне достаточно для выполнения поставленных целей, говорит министр обороны. Ни о каких мобилизаций, призывах студентов, обучающихся в годах речи не идет. И идти ни в каких условиях. Пусть все спокойно ходят на занятия, учатся, никто их призывать, отмобилизовывать не будет. Это естественно, как и все, что касается тех, кто служит по призыву. Их это тоже не касается. Они не подлежат никакой мобилизации, направлении в зону проведения специальной военной операции. То есть наши призывники также продолжают служить, как и служили на территории Российской Федерации. 300 тысяч резервистов, которые будут призваны. Хочу сразу сказать, что это не единоразовая. Это та работа, которая будет проводиться планово, как я уже сказал. Всех, кто будет призван в эту мобилизацию, поставят на довольствие, и они будут получать ту же зарплату, что и контрактники. И прежде чем попасть на фронт, резервисты пройдут специальную подготовку. Новые полки и дивизии сформируют в основном из бойцов спецподразделений, ветеранов боевых действий, в общем, из контингента проверенного. Всякого рода хипстеров и малодушных просьба не беспокоится. Эта новость немного оттенила главное региональное событие. Павел Малков сегодня официально вступил в должность губернатора Рязанской области. Напомню, на недавних выборах он получил 84,5% голосов. Сегодня на церемонии присутствовали областные власти, местная администрация, представители городских организаций. Церемонию инаугурации начинают под гимн Преображенского полка. Официально приглашенных в Центральном зале областной филармонии было порядка шести сотен, но очевидно их было больше. После гимна России Павел Малков выходит на сцену в подчеркнуто строгом деловом костюме. Руководитель избиркома Рязанской области с трибуны объявляет окончательные итоги выборов губернатора. За избранного губернатора Рязанской области проголосовало 84,55% избирателей. Состоялось заседание избирательной комиссии Рязанской области, на котором было принято решение о регистрации избранного губернатора Рязанской области Павла Викторовича Малкова и выдачи ему удостоверение об избрании губернатором Рязанской области. После получения заветной корочки внешне спокойный Павел Малков приступает к формальности, зачитыванию присяги, а затем на него надевает должностной знак губернатора, сложный инкрустированный медальон. И уже потом Павел Малков берет слово. Этот день он называет очень значимым для себя. Я шел на выборы с лозунгом «Порядок, контроль, развитие». Порядок, в первую очередь, это означает наведение и соблюдение порядка в системе управления, во всех отраслях экономики и социальной сферы. Порядка во всем, в малом, в большом, несмотря ни на какие внешние вызовы. От самого маленького населенного пункта до областного центра. Контроль. Это жесткий контроль за работой органов власти. За исполнением данных, обещаний и принятых решений. За эффективностью расходования бюджетных средств. За соблюдением технологий, сроков, качества по каждому объекту и по каждой организации. Развитие. Это серьезный настрой на созидание и на развитие во всех сферах. О развитии региона говорил и полпредпрезидента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. На том, в чем конкретно региону нужно прибавлять, он остановился отдельно. Демография должна быть на особом контроле. Пока же в Рязанской области последние пять лет уровень рождаемости снижался и в 2021 году откатился на уровень 2003 года. Фактически население воспроизводит себя лишь на 60%. Не надо объяснять даже тем, кто не очень силен в математике, какие последствия это будет иметь в не очень отдаленном будущем. Исправлять ситуацию нужно через увеличение численности семей с тремя и более детьми. Конечно же решение вопросов демографии связано с ситуацией в здравоохранении. В период борьбы с коронавирусной инфекцией было очень много нареканий со стороны жителей. И здесь важно честно признавать имеющиеся проблемы. Ведь только тогда над ними начинается серьезная работа. Впрочем, полпред говорил не только о проблемах в регионе, но и о личных достижениях Павла Малкова. Во-первых, президент поддержал строительство нового моста через Аку. Во-вторых, именно с подачи губернатора началось обновление парка автотранспорта. Развитие областного центра и создание пешеходного туристического маршрута – это тоже инициатива Павла Малкова. Ну а в дальнейший добрый путь его отправил митрополит Марк. Личным благословением и крестным знамением. Сразу 30 населенных пунктов Спасского района могут остаться без газа. Компания «Межрегионгаз Москва» распространила объявления, в которых указало, что ремонт газопровода на станции Кирицы продлится 7 дней. Местных жителей эта информация сильно встревожила. Вот такое объявление расклеили газовики практически в трех десятках населенных пунктов Спасского района. Газораспределительную станцию Кирицы отключают на неделю. Хотя вообще-то на дворе осень и по вечерам уже достаточно зябко. Обеспокоенные жители стали писать в прокуратуру, обратились и в нашу телекомпанию. А вот действительно подумали мы, что в таких случаях говорит закон. И документ соответствующий мы нашли. Допустимая продолжительность перерыва газоснабжения суммарно не должна составлять более 4 часов в месяц. Все это у нас указано в правилах о предоставлении коммунальных услуг. Соответственно, если есть нарушения, либо это более 4 часов, газоснабжающая компания должна предоставить перерасчет по данным счетчикам. А также необходимо обратиться с жалобой, если будут нарушения, в соответствующие органы контролирующие. Например, в прокуратуру, в жилинспекцию. В областной прокуратуре нам сегодня пояснили, что ситуация на контроле ремонт на станции Кирицы плановой. И, вопреки срокам, в объявлении займет не больше трех дней. А в компании «Рязань-межрегионгаз» нам сегодня заявили, что действительно без газа населенные пункты и предприятия в Спасском районе будут максимум два дня. Но, кстати, рязанский офис к грядущему отключению отношение имеет самое опосредованное. Ремонт проводят старшие коллеги из Москвы. Телефон же столичного офиса пока хранит молчание. Но комментарий мы все-таки попытаемся получить в самое ближайшее время. Экспедиция на Введенском роскопе официально завершена. Археологи работали с историческими слоями 15 века. Им удалось даже составить картину быта человека того времени. Каким он был? Расскажем далее. Столовый ножик, сохранившийся деревянной ручкой, наконечники стрел – это только часть находок с Введенского роскопа за 22-й год. Сейчас археологи уже прилично углубились в прошлое. Работают с частью улицы 15 века. По обе стороны дороги здесь стояли усадьбы с хозяйственными и жилыми постройками. Это уже третья улица, найденная на территории Рязанского Кремля. Эта улица поражает своей сохранностью. Все бревна довольно-таки аккуратные. Сохранились на достаточно протяженном участке. Длина улицы составляет более 17 метров. Прослеживается поворот улицы. И, конечно же, интересно изучать усадьбы, которые располагались около этой улицы. Мы обнаружили и остатки хозяйственных построек. Вот, например, в одном из хозяйственных сооружений мы нашли более 2000 скорлупок лесного ореха. Вероятно, какое-то хранение там было этих орешков. И нашли мы также жилые дома. Смогли проследить, какие бытовые вещи принадлежали конкретной семье середины второй половины 15 века. Работы на Введенском роскопе археологи ведут уже больше 10 лет. Такое внимание к этому месту не случайно. Когда закладка роскопа только планировалась, исследователи ставили перед собой сразу несколько целей. Во-первых, этот участок был слабо изучен. А во-вторых, это периферия. Поэтому и решили сравнить эту улицу с другой, на юго-западе Кремля. Там с 2004 года велись работы на житном роскопе. Это административная часть города. Ремесленные мастерские, костореза, сапожника здесь не найти. А вот на периферийном Введенском роскопе их предостаточно. Мы видим планировку, мы видим улицу, мы можем изучать комплексно содержимое конкретного дома, содержимое конкретной хозяйственной постройки. Мы обращаемся к представителям всевозможных естественно-научных дисциплин. Так археозоологи нам определяют вид животных по костям. То есть мы можем говорить, кого содержали в хозяйстве, кого разводили, в каком возрасте происходил забой скота, каким было по размеру это самое поголовье скота. То есть это дает нам представление и о рационе питания, и вот о таких моментах, связанных с хозяйственной деятельностью. Сродни Шерлоку Хоунсу, они могут определить по семенам, какие виды растений культивировали наши предки. Изучив растения, споры и пыльцу, можно говорить о климате в конкретном временном периоде на конкретном участке. Возможности поражают. Всего несколько лет назад можно было только составить картину человека прошлого. Кем работал и чем питался. Например, можно было говорить, что мужчины 15-16 веков были ростом 170 сантиметров, а женщины 154. Сейчас уже можно смело заявлять, как они жили, в каком климате, чем зарабатывали на пищу и что в эту самую пищу употребляли. Об итогах экспедиции на Веденском раскопе более подробно расскажем в рамках передачи «Городские встречи». Премьера уже в ближайшее время. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Региональный МЧС продолжает публиковать видеорепортажи об истории пожарной охраны в регионе. В этот раз речь пойдет не столько о самих пожарах, сколько о людях. Сотрудники МЧС взяли интервью у Александра Французова, ветерана пожарной охраны. В ведомстве рассказывают, что это поистине доблестный ветеран. Как проходила его служба, расскажем далее. Александр Французов с детства мечтал стать военным офицером. Документы в училище подал после школы. Но не прошел по здоровью. Всего лишь был неправильный прикус. Такой вот суровый отбор в то время, вспоминает Александр. В 76-м получил повестку. Служить предстояло во внутренних войсках. И не абы где, а в пожарной охране по городу Москва. Обучали сурово, вспоминает ветеран. Героя Советского Союза Пастилова сменил Максельчук. В будущем начальник управления столицы и пожарной охраны СССР. С такой подготовкой с бойцов был и соответствующий спрос. Москва готовилась к Олимпиаде-80. Пожаров было очень много. И мне на моей памяти, на моей службе, вот пришлось встречаться с такими крупными пожарами пятые номера. То есть, когда объявляется сбор всех сил и средств, это фабрика «Большевик» в то время горела. Вот, гостиница «Россия» горела в 77-м году. Демобилизировался Александр Французов в 78-м. Следом – школа сержантов и высшая инженерная пожарно-тактическая школа. Александр стал командиром отделения. Его ведомство называли еще спецназом пожарной охраны, потому что готовы выехать всегда и в любом снаряжении. Например, было много пожаров в Мариной роще, где сносили ветхое жилье. Там были деревянные застройки, и как раз это в районе Останкино. Сущевский вал. Их сносили, а как правило, они были выстилены, дома и все сжигали. И было очень серьезно. Это и зимой, и летом. Загорание, допустим, в двухэтажном деревянном доме. Там 8-10 квартир. Это очень серьезно. Особенно на морозе, когда весь промокаешь насквозь. А после Рязань. Рассказ о службе, в которой в ведомстве отложили для следующих видеороликов. Остается только ждать истории настоящего пожарного спецназовца о службе в Рязанском подразделении. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова